Мошенники разводят на кредиты. Как списать эти долги? Поможет ли банкротство? Всем привет! С вами на связи Наталья Катряева, юрист-эксперт в списании долгов через банкротство, опытный арбитражный управляющий, очень много завершенных дел по всей России, также обучаю юристов. Очень много обращений от граждан, которые попали на мошенников. Кто-то взял кредиты и вложил деньги в сомнительные схемы. Форекс, криптовалюта, финансовая пирамида. Кто-то взял деньги и перевел все до копейки неизвестным лицам. И что в итоге получается? Кредиты есть, платить нечем. Можно ли списать такие кредиты и долги? Поможет ли банкротство? Нужно ли платить платежи по таким кредитам и обязательствам? На эти вопросы я и отвечу в этом выпуске. Досмотрите это видео до конца, будет интересно. А если информация будет полезной, вам поставьте лайк, поддержите меня. Не буду ходить вокруг да около, скажу сразу и честно. Если вы попали на мошенников и оформили кредиты, эти обязательства, эти кредиты списать можно через процедуру судебного банкротства. Почему именно через процедуру судебного банкротства? Так как, к сожалению, по статистике очень мало граждан подходит под процедуру бесплатного внесудебного банкротства. Многие граждане, которые попадают на мошенников, как правило, берут кредиты и обязательства в сумме более чем 500 тысяч рублей. И чтобы бесплатно списать долги через МФЦ, то есть без суда, необходимо, чтобы приставы окончили исполнительное производство по статье 46 пункт 4. Это федеральный закон об исполнительном производстве. На практике это очень долгий срок, и многие граждане, которые попали на мошенников, просто не в силах ждать, когда пристав возбудет дело, когда пройдут суды и когда пристав окончит исполнительное производство. В связи с этим вы можете списать кредиты, если вы попали на мошенников, и не выжидать какой-то срок, не ждать, когда просудят долг ваши кредиторы, или когда приставы возбудет исполнительное производство. Но вот еще скажу вам одну правду. Процедуру судебного банкротства нужно финансировать. Да, такая реальность. Вы попали на мошенников и так, и за банкротство также нужно будет платить. И обязательные платежи, которые предусмотрены законом, и юридические услуги. Однако у нас речь в этом видео не про стоимость банкротства. Если вас интересует, сколько стоят процедуры, и подходите ли вы под списание долгов через банкротство, запишитесь на бесплатную консультацию, мои специалисты вас проконсультируют. Хочу заметить, что работаем по всей России. Хорошо, мы с вами разобрались, что долги и кредиты можно списать, если вы попали на мошенников. Но важно соблюсти ряд условий и моментов. Давайте разбираться. Во-первых, необходимо вам обратиться в полицию. и написать заявление, чтобы полиция провела проверку по тем обстоятельствам, которые у вас возникли. Это необходимо для того, чтобы были доказательства вашей добросовестности. Для того, чтобы по итогу банкротства суд списал с вас все долги. И соберите максимум доказательств, скриншоты, переписка, может быть, запись телефонных разговоров у вас есть. Все материалы, которые у вас есть, соберите их по максимуму. Это необходимо, опять же, для того, чтобы доказать вашу добросовестность. Важно также знать, процедуру списания долгов через банкротство можно проводить параллельно тому, как полиция проводит проверку по вашему заявлению. Главное, чтобы до подачи документов на ваше банкротство вы обратились в полицию. Нужно ли делать платежи по кредитам или иным обязательствам, если вы попали на мошенников? Если вам нечем платить, то платежи делать не нужно. Это миф на самом деле, что нужно сделать три платежа, и вопросов у суда, у кредиторов к вам не будет. На самом деле суд может списать долги и кредиты, когда было ноль платежей или только один платеж. И на практике у меня были такие дела по всей России. Достаточно много было дел успешных со списанными долгами. Но, однако, суд может и не списать долги, если вы сделали 10 платежей, предположим, если кредитор докажет вашу недобросовестность. Предположим, вы оформляли кредиты по поддельным справкам и документам, при условии, что кредитор докажет вашу недобросовестность. В связи с этим, еще раз повторюсь, это миф, что нужно сделать три платежа, а только потом к вам не будет вопросов. На самом деле значение имеет ваша добросовестность. Чем вы планировали погашать, когда брали обязательства? Куда вы потратили деньги? И если вы попали на мошенников и у вас есть доказательства, то это будет доказывать вашу добросовестность. Следующий шаг. Вы либо обращаетесь к юристам, к эксперту, можете обратиться ко мне за помощью, кто проведет ваше дело под ключ и до результата, или же собираете необходимые документы по пункту 3 ст. 213.4 закона о банкротстве, ищите финансового управляющего, подготавливаете документы для суда, заявление о банкротстве, опись имущества, список кредиторов и должников, собираете все, что нужно для банкротства и подаете документы в арбитражный суд по месту вашей регистрации. Процедура может длиться плюс-минус 8-12 месяцев, но я рекомендую не заниматься самолечением, а обращаться к профессионалам, если вы попали в трудную и сложную финансовую ситуацию, особенно если вы попали и нарвались на мошенников. Подведу итоги по этому выпуску. Что нужно сделать, чтобы списать с себя кредиты и долги, если вы попали на мошенников? Ну, во-первых, осознать, что вы попали на мошенников, и что вам нечем платить ваши обязательства. Во-вторых, обратиться в полицию с соответствующим заявлением. В-третьих, знать, что вы можете списать эти кредиты по закону, через установленную законом процедуру банкротства. Иных вариантов, которые под ноль и в установленный законом срок спишут с вас долги, их нет. И да, немаловажно знать, что банкротство для вас будет актуально тогда, когда вы понимаете, что вы не в силах будете платить эти кредиты и обязательства. Благодарю за просмотр этого видео. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин